Цветы к памятнику отца первой советской атомной бомбы Сергей Нарышкин возложил вместе с президентом Курчатовского института. Величайший советский ученый и изобретатель. Имя Игоря Курчатова на рубеже 40-х 50-х годов 20-го века гремело по обе стороны океана. Достижения заставили по-новому взглянуть на возможности человека. Курчатовского института В год 70-летия испытания первой советской атомной бомбы в стенах исследовательского центра провели круглый стол, участниками которого стали физики, историки, архивисты и политологи. Перед началом заседания председатель российского исторического общества осмотрел новую выставку. Экспозиция получила название «Физика и разведка в силовом поле атомного проекта». В ее основу легли документы, свидетельствующие о взаимодействии ученых и сотрудников внешней разведки СССР при создании атомной бомбы. Дар Сергей Нарышкин передал Курчатовскому институту уникальные архивные материалы службы внешней разведки. Например, документ «Энормос». Так назывался комплекс мероприятий по добыче советской разведкой материалов о западных разработках в области атомного оружия. Если бы наша власть, и хочу пощеркнуть часть научного сообщества, не нашли в себе силы в тяжелейшие годы войны начать реализацию такого очень туманного, непонятного атомного проекта, то наша победа стала бы полностью обеспечена, потому что согласно плану Троян и многим другим американским планам в 50-м году на нас должны были быть сброшены 300 ядерных зарядок и 20 тысяч обычных бомб. Успешное испытание первой советской атомной бомбы РДС-1 было проведено 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области Казахстана. Появление атомной бомбы у Советского Союза позволило ликвидировать монополию США в этой области и не дало привести к трагическим последствиям для всего мира. Дисбаланс сил неизбежно порождает дефицит ответственности. И достаточно вспомнить трагедию Хиросимы и Нагасаки, когда американское командование ощущает свою монополию и безнаказанность применила атомное оружие против сотен тысяч мирных граждан этих двух японских городов, и тем самым совершив одно из самых страшных преступлений в истории человечества. Паритет ядерных арсеналов стал благом для всего человечества. Ясное понимание того, что прямое атомное столкновение неизбежно приведет, если не к уничтожению, то существенной и трагической деградации нашей цивилизации по сей день остужает самую горячую голову. Но именно в Советском Союзе в ходе необычайно сложной и максимально засекреченной гонки в производстве ядерного оружия был дан старт использованию ядерной энергии в мирных целях. На заре эпохи атомщики имели внушительный список колоссальных по научному потенциалу технологий. Многие из них стали реальностью, а некоторые и сегодня воспринимаются как фантастика. На сегодняшний день мирная атомная энергия является одной из важнейших составляющих развития науки и государства. В нынешних условиях было бы неплохо больше обращать, Сергей Юрьевич, больше внимания на проблемы ядерного последствия, ядерного оружия, потому что сейчас идут разговоры, что можно использовать ядерное оружие и так далее. Мы все осуждаем преступные некоторые действия Лаврентия Павловича Берия, но он был душа этого проекта, в общем-то. И с точки зрения, сейчас мы выстраиваем такую объективную картину нашей истории, и вот роль отдельных людей, это очень интересно, посмотреть и на эту сторону дела. Потому что я знаю, очень многое зависело от него, и он очень держал это в руках. Кроме того, Сергей Юрьевич, он еще держал в руках разведку. А недооценивать роль разведки в вопросе ускорения советского атомного проекта нельзя. Во время Поздамской конференции при обсуждении послевоенного миропорядка Трумэн дал понять Сталину, что в США создано оружие чудовищной разрушительной силы. К удивлению американского президента, вождь отнесся к этой информации весьма индифферентно. К тому времени советские ученые уже несколько лет трудились над созданием бомбы и были полностью осведомлены о происходящем и за океаном, и в Великобритании. В 1946 году проведена первая ядерная реакция управляемая, а в 1949 взорвана бомба. И это был сигнал для того, чтобы Соединенные Штаты не чувствовали себя мировым хозяином. И они это прекрасно поняли. Здесь на выставке есть такие карикатуры из американских журналов. Они прекрасно поняли, что дядя Сэм уже не является всемирным начальником. Что есть сила, которая способна нанести ущерб Америке такой, от которого она может не оправиться. Документы выставки отражают лишь малую часть огромной и напряженной работы, которую выполняли институты, конструкторские бюро и заводы, мобилизованные на решение стратегической задачи. В октябре 1949 года, после успешных испытаний, государственные награды были вручены более чем 800 участникам советского атомного проекта. И если имена ученых общественность узнала практически сразу, то награждение разведчиков состоялось лишь спустя полвека. Я хочу отметить еще одну роль. Обратите внимание, в каких секретных условиях происходила работа, если никто и ничего не знал о создании атомной бомбы там на Западе. Это тоже, я бы сказал, делает честь работки. Никто не болтал, никто не делал ля-ля. А мы знали, а мы знали, но очень ограниченный круг. Ведь даже Курчатов не имел права рассказывать своим сотрудникам о том, откуда у него такие сведения. И на вопросы некоторых сотрудников, вот откуда вы знаете там, вот наш Борода сказал вот это, а как он мог знать, выяснилось, что Курчатову об этом просто запрещено говорить. И он этот запрет очень твердо и жестко выдерживал, обрывая сотрудников. Это точно. И на этом заканчивалась вся беседа, потому что ему верили. В рамках круглого стола собравшимся продемонстрировали отрывок нового документального фильма «Первый атом». Он был создан в сотрудничестве с Российским историческим обществом и при финансовой поддержке Фонда истории Отечества. Лента расскажет о становлении одной из некогда самых засекреченных отраслей, уникальных разработках и героизме советских ученых, которые фактически на руках создали нынешний ядерный щит страны и одной из самых передовых атомных энергетик мира. Фильм охватывает период от зарождения атомной промышленности, от первой атомной бомбы, первой атомной станции и первого атомного ледокола до ее сегодняшнего дня с новейшими АЭС и реакторами на быстрых нейтронах. Поэтому люди думают на десятки и на сотни лет вперед, и они думают вообще о развитии всей человеческой цивилизации. Вот это, наверное, больше всего меня поразило в работе над фильмом, потому что еще даже не произошло тех событий, которые негативные будут для нашей цивилизации, вообще для всего мира. А уже их предсказывают, их пытаются решить эти проблемы. Первым картину увидит президент Курчатовского института, которому в ходе круглого стола фильм преподнес председатель Российского исторического общества. На телеэкранах премьера состоится уже 28 сентября, в день работника атомной промышленности. В свою очередь Михаил Ковальчук передал Сергею Нарышкину кусок графитовой кладки первого советского ядерного реактора F-1, который был построен в конце декабря 1946 года. История атомной промышленности в России – это один из приоритетов РИО. По итогам заседания соглашение о сотрудничестве было подписано между Российским историческим обществом и Национальным исследовательским центром Курчатовский институт. Служба информации Российского исторического общества.